ну наверно нет неизвестно ну вот и в этот раз респами наверное все-таки получше ну для для фингера он бы любит вот когда вот так вот любит сверху сейчас не работает посмотрим по пилону ясно раз серьезно то видите выберет такой же стратегию или или поменяет и начают как бы то как он сыграл первый раз это оптимально наверно для в его стиле я думаю бунер на себе не изменит и сыграет абсолютно так же хотя так и получилось тем более смотреть там и или лансера да я думаю то что он сейчас играет со всеми задумками потому что фингер не не просто против да еще наглее в этот раз окей изменение есть и хихихих 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 и опять скорее всего он сыграет абсолютно также тоже хихихих да что то он как то просмотрел наверное чуть чуть переживает он и за проигрышем мне кажется у него поздновато он на разведку уезжает хотя может быть наоборот он так разозлился то что сейчас готов просто стереть быстрее дайте мне газ хихихих хихихих Витя поехал и Витя наверное по часовой стрелочке сразу найдет пока все складывается опять ну а Витя понимает то что как бы фингер любит экшен и а раз он его любит значит ему не надо давать экшен и он будет так играть как строитель аккуратно как и в прошлой игре вот они хочется снова ставить нычку и идти гунами но теперь то он наверное сразу же его найдет и сразу же пойдет сюда но посмотрим какие посмотрим какие будут гуны в этот раз у фингера будут ли они сильны одним он не идет уже не все по плану так дисковой бы домой не вернулся раб халяет все да и пошли дрон ой да что такое пошли гуны сразу в атаку в этот раз посмотри рабочий поехал да нычка поставилась у Тоса вот интересно будет ли он сейчас ставить сразу же еще нычку или все таки сделает попробует подавить немного гунами и потом то есть всего один марик сидит прямо в 8 раз совсем обнагрел мне кажется терра он достраивает вот ждут дальности перелить сеть только потом достроить все пора нападать пора нападать когда один марик мне кажется нужно нападать на чем так вот пострелять обмотить да он ждет дальности зря кстати надо было да уже под прессовать вставать так как нужно так в этот момент достраивается пристройка и там пока СКВ попозже на конференции посадка все дела вот он вот он но на niin проудет терриск а сразу вот он смотри там палец пальчик идет разведчик разведчик да и вот это на самом деле такая важная информация до терна сейчас увидит и поймет а я могу еще похалявить или ну почему от фингер не бьет рабочих для почему стреляет по бункер на стрелять рабочих может будет убивать там снова выстрел бац 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 смотри там старпорт строится или факты добавляются и вот он решил запулять запулять не 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 отходи ну вот реклама просто на пустоте отталки теперь точно в 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 и еще раз ну в 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 фингером. А Витя ТВП довольно силён. Ну да. Решил ускорить игру. Да, нужно ему ставить раньше Nexus и потом добавлять гиппи. Ну вот в ПВТ фингер хорош где-то там в средней стадии и дальше. То есть начиная со средней стадии идёт равная борьба, то чаще наверное он склоняет игру в свою сторону. В ПВТ. Поехали в ультурки. А где абсерверы? Есть абсерверы? Вот если был бы Старпорт и там сейчас туда бы подлетел бы шаттл, он бы сейчас засадил бы этих в ультурок шаттл, выдрогнул. На базу было бы красиво. Универсальный солдат, значит. Вам большие-большие ПВТ. Тут классический ПВТ. Да, здесь очень жёстко. Ааа, ну что ж невезение такое. О, сейчас только появится. Он прямо сейчас должен улетать уже. Улететь, лететь. А, он здесь давно. Не туда, конечно. Сейчас вот это произойдёт? Ну, то что он будет весь в дыму, это точно. Хотя может быть и произойдёт. Четыре факторки, арморка. И сейчас третий ССМ на конце. Да, вот ну просто... Раньше Прокос. И вот это... Непонятно, вот Фингер не играет там? Нет. Судьи вот по этим гитам играет. Так, он похоже, что в этот раз поустойницу это посредит Судью, да? Трэш, он теряет, теряет третий ССМ. Теряет, теряет, теряет. Поражение. На моральном каком-то есть. Поражение. Поражение. Танк, очень бомб. Старпорт строится. Терминг просто переиграл Протасы. Всем статьям. Да. Опа. Кошмар, кошмар. Ну хорошо, он сейчас построил кучу гитов, а ресурсов, чтобы заказываться ноустопом нет. Ну, он будет заказывать. Сначала закажет, потом подождет. Еще раз, да. Тем временем, посмотри, у Ютюра появится рабочий. Сейчас СКВ уже приехали. Плюс два. Боюсь, это познаваться. Старпорта Фотоса нету, да? Судью там есть. Есть, у него есть и Старпорт. И арбитр делается. В этот раз у него есть Старпорт. Потому что нету денег, чтобы два Старпорта на его суде не катить. В этот раз он не теряет проб, зато есть лишние цены. Сейчас я приехал. Ну что, ждем карьер? Как в прошлом игре? Что может помочь играть? Снова везение. Ну, пока, пока я вижу, что-то тотальное не везение. Приезжают пробки и тоже приезжают. Все минируют и убьют. Это значит, это было... Не знаю, как мы все выиграли. Давай, еще одну Фотонку прямо сразу на это место. Таймены прямо. Трак контролит. Тут еще заедут. Ну, кстати, я считаю, этот мог все убить просто спокойно. Ну, я не знаю. Поднимется. Что-то уезжает. Ой, как красиво. И сюда теперь. Это скилл, да. Это... Сильный ТВП. Сейчас, мне кажется, не терялся уже немножко. Зампаки. Некуда. Есть... А, только сейчас начал заказываться на орбитах. Хотя уже очень новый трибунал построился. Наконец-то начали качать. Вот только сейчас. Уже полторы тысячи почти собрал. И в этот раз ГИТО, конечно, меньше. Там что, застряли гуны? Не могут выбраться. О, господи. Восемь, девять факторов против семи ГИТО. На самом деле, не понятно, почему Фингер не делает шаттлы, он их так любит делать и они у него такие эффективные. Да, у меня шторма... на рабов у него они вообще на скорости постоянно летают и встречает войска из них вылетает и шторм и штормят армию которая выходит а тут а тут армия вообще не выходит просто вольтурки ездят и все делают то что нужно сейчас бы какой-нибудь дарк который там сбоку карта тоже будет держать да это если бы там взрывал бы это вообще одна судья да там только больше нету хорошо вернее показатель того то что там выбралась доблестная армия и присоединилась к основной армии где шаттл и шаттл и шаттл и офигеть вообще ну хорошо заморозить со всех сторон ну ну да и все равно это же хорошо смотри сколько снизу губа вот он вот он вот он вот он ждал атаку он дождался и измочил да сейчас есть этот тос еще поставь нычку еще еще построит там вот сейчас было бы классно если бы он подклепал бы темпларов и сделал бы шаттл неужели щас ничка вот это пробреет наверняка щас кинь танк день ползут два танка он наверно пока не видит три не 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 давай спускай вниз гуну подходим да вот зачем отдавать ну он наверно в этот момент клип крепает и по всем гейтам и смотрит куда-то в другое место интересно увидел он ничку то на 6 или не увидел понял то что может спуститься и пробрыть ее потому что очень мало гитов сейчас у фингера очень мало при 5 нычках дать 4 гита ой смотри вультурки поехали а туда рабы рабы куда рабы у него двинулись ну видите в этот раз нашел ковов понятно просто в этот раз вот так в лоб не пробить добавить еще три четыре факторки на самом деле факт фактор это достаточно верно вот нужно сейчас тосу разнообразить немного свою армию нужны шаттлы и пси шторма потому что и игра переходит такая в макро и нужны да вот он готовится уже к ним нужны летающие шаттлы с штормящей армии борьба а что там с апгрейдами 2 1 и крутится наверно третий газа не хватило да ну вообще как был мог бы и а сейчас взять две нычки на часе взять резко протасу то надо это а термо как сейчас что ему сейчас термо нужно играть в свою игру видите как он обычный делает потихонечку двигаться без всяких таких резких наломов но старпорт ему точно нужно старпорт старпорт и шаттлики по заказывать куда-нибудь прилететь его нужно забить пять часов поставить там две нычки ну что и отмашнить и ты лимит с дэдом 3 3 и пойти убивать тос и как это всегда и часто и происходит но зато у него плюс морали в поединках при наломах все равно пытается выдвинуться он наверное хочет встать так чтобы отжать девять часов но вот на самом деле сделаю он так ну это он получается освободить целый большой ну большой кусок тосу к пяти часам лучше конечно резать в другую сторону потому что для того уголка будет термо всегда легче дотянуться давай что на лом будет будет сражить два но два имп вода и здесь есть и жизнь морозка сейчас на кинет есть что-то он там заморозил сейчас еще не да еще заморозил нормально и смотри там сбоку еще правее правее вот еще на лом идет вот шаттлы где шаттлы они щас так нужны они здесь так подрешали надоело чё ты там он чё то говорит сдавайся предлагайся смотри я тебе все заморозил выходи ну где шаттлы почему они делают напиши ему сделай шаттлы смотри смотри центр давай 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 а зелутов нет надо отходить сделать все таки куда все это расстреляется и помрет щас и вот они бегут бегут ну . сбор совод царя дизил добежал уже как какой какая какой плюс нафига на живу там кунов отдавать не там тоже был нормальный заморозка шесть вультура чё по твоему мало что пол пачки вультура они с они столько бы зелутов пережгли тоже нормально вот обидно то что гуны слились ему нужно было вот откатить назад когда зелут слетели и опять нет шаттлов почему не шаттлов мне кажется надо брать там просто как нужно делать все на гуляфов надо добавлять ай-яй-яй-яй-яй повсюду смотри видишь как он раскидал ну и террин тоже не промах подкатил тоже это там что дарк что сделать сделать полыше было бы так вот он занял вот эту самую базу которую мы говорили и окопался вот где хотел да а тос наверное думает то что к пяти часам не пробраться а на самом деле лучше бы он туда как раз таки ушел и ну да он ждет то что террин там будет хамиться ну а террин решил отожрать в другом месте ну давай положи еще ты нычку на часе и построй там еще 12 гитвеев и будет замечательно ну вот я говорил то что фингер это с пвт это средней стадии дальше в этих стадиях на себя чувствует хорошо да армия 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 меньше вот она не вот они бегут бегут эти зилы тэхи с гудерами вот они стреляют все разносят давай разбегайся а посмотри там он не старпорта дальше продолжает клепать сузе а что там на нычках заканчивается там вот здесь вот смотри убивает убивает убьет же сейчас не он должен убить сейчас чуть-чуть войск туда накидает и пошибает там ну такая ровненькая игра довольно да казалось бы потерял нежу ему тут вначале критиковали ну да ну вначале было довольно в одну катушку но потом все таки вот вот эти вот удобные респы для него не близкие и вот эта средняя стадия дальше любимые его сыграли не он фигур не хочет сдаваться он приехал выигрывать да и тут еще как бы принципиально так одноклановцы сражаются бывшую ну а и причем эта борьба эта борьба выгодная тосу но вот сейчас смотри там на пяти часах нычка тиран поставил все таки но это же в церкви в чаще суток находящий нас настроят туда мешать 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 вот 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 и там есть не не успевает а успеет хотел как можно быстрее но подстреляла рабов то там главное подстреляла все нормально вот это на самом деле победа в тайминге это победа в тайминге причем такая важная в этот момент то есть у него нычка то не качает а могла бы качать получается что сейчас у тирана по нычкам то шесть часов все шесть часов а у тоса двенадцать часов там ну раз два три ну все да все нас ждет третья игра скорее всего да еще пока не будем спешить ну смотри 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 не ну вообще здесь все да и здесь столько гунов и зилуты они просто ну они просто ждут прорваться что вперед и уже догнать какую нибудь технику и всадить бьется едва кинжала и вот снова к этой нычке вот если он теряет эту нычку на девяти часах ну как бы все тогда получается если он сейчас девять часов сейчас бы еще девять часов вот эти войска а на наши часы фрикола сделать в начале да убил убил третий нексус сам поставил но вот все таки из за того что карта респы респы не близкие и ну и плюс фигер надо отдать должное подловил прекрасную атаку да да первая атака он просто уничтожился и и как ну и сбалансировал как то все только шесть часов шесть часов и все и вся карта что довольно так неплохо получилось да да такая пвт случилась в обратно что же там ну что сейчас делать вот как изначально и нужно было делать нужно двигаться было к пяти часам взять эти две ханки пять да пять и экспенд и нормально было бы то есть он бы срезал вот этот кусок а вот этот девять часов он бы всегда бы мог дотянуться до девяти сейчас будет это либо ну кстати да он может он любитель потонуть раба утерана отстроить пачку танков и потом выехать ими с песенкой там какой-нибудь типа таун-тара-даун таун-тара-даун там и расстрелять все ну не это не как бы не бм когда лимиты 200-200 и борьба такая позиционная то есть как бы в ровнем размениваться невыгодно и украсть рабаи построить быстренько несколько фактов и сделать преимущество в армии это очень и очень ну это и стратегии то есть это не бм просто перевес или допустим представляешь играешь в пвз и перехватил раба и сделал королев и давай брудлингов из ультралисов кфигачить ну долгая игра да кстати как бы это не смешало не звучит не звучало смешно но но так иногда почему-то играют не за что играют играется так что закончить ну давай рокировка опять за стримерским пультом как будто сам играешь только там двигаешь мышкой и 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 неспроста выключался у него там монитор gg а значит нас ждет финальная игра я почему-то у меня такое ощущение что витя выберет destination у меня такое прям предчувствие то есть он выберет deste и пробреет протаса постарается просто вот так вот